Первое. Ну возьмите меня. Спасибо, что обратили внимание. Это второй пункт. Я кому-то нужен? Восклицание. Я чего-то стою. Я знаю, что меня ценят. Но здесь есть сноска. Клиент всегда прав. Я знаю, что меня ценят. Клиент иногда не прав. Я знаю, что меня ценят. Мнение клиента не важно. Видите, у этого героя на слайде очень удивленное лицо. Надеюсь, у вас тоже появился интерес, как расшифровать эти пункты. Давайте начнем с самого первого. Ну, возьмите меня. То есть, начинающий художник, создав свои первые работы, всегда ищет просто внимания зрителя. Чтобы хоть кто-то обратил внимание на его творчество, похвалил, поддержал. Здесь речь даже не идет о каких-то денежных расчетах. Потому что любая похвала приравнивается к большой сумме. То есть, даже поддержки и похвалы хватает, чтобы удовлетворить свои первоначальные творческие изыскания. Как? Вы чувствовали такое? Ну, я, вспоминая свой творческий путь, очень хорошо помню это состояние. Возможно, оно бывало и в детстве, когда мы ищем поддержки. Но я вам могу сказать, что и в зрелом возрасте, создавая свои первые работы, особенно когда ты берешь в руки какой-то новый материал, обязательно нужна поддержка. Здесь вы видите на слайдах нарисованные веселые, карикатурные герои. Да, я хочу дать эту тему легко, но и при этом нет никакой насмешки над этими шагами, над этими ступенями. Все эти пункты, все эти ступени мне пришлось пройти самому. Надеюсь, и вам эта информация поможет, во-первых, проходить эти ступени, во-вторых, не задерживаться на какой-то из них. Мы об этом тоже поговорили. Спасибо, что обратили внимание. Это у нас вторая ступень. Ваши работы уже нравятся. И вы ищите ситуации востребованности. Как? Ну, хоть бы кто-нибудь попросил что-нибудь нарисовать. Какую-то стенгазету кому-то на день рождения. Или маленькую открытку с пейзажем. И уже эта просьба делает вас мастером, к которому кто-то обратился. Ну, первый и второй пункты, они очень близки, они находятся рядом и, конечно, связаны с самым началом нашего творческого пути. И здесь тоже гонорар не имеет значения, он не нужен. Да вы и не ждете никаких предложений по финансовому вознаграждению. Ну, и следующий, третий пункт. Я кому-то нужен. Появился первый заказ. К вам обратились. Причем обратились не просто, чтобы вы сделали какую-то такую очень легкую и быструю работу. А действительно, эта работа уже требует включения ваших знаний, ваших умений. Здесь есть, появляется некая ответственность, ответственность за качество, за результат. Но, когда вам предлагают гонорар, вы отказываетесь, потому что еще не уверены в своих способностях. И есть вероятность, что не получится. Но если не получится, вы пожмете друг другу руки и скажете, ну, извините, в следующий раз. То есть, пока еще сложно взять на себя ответственность за результат. Но, когда мы с вами идем по этим ступеням, отмечайте сейчас, на какой ступени находитесь вы. Я чего-то стою. Вот здесь уже появляется настоящий первый заказ. Идет обсуждение возможного гонорара. Но вы все еще готовы работать за любые деньги. Ну, как и и предложат. Если дадут 500 рублей, хорошо. Дадут много, тоже хорошо. Есть первое ощущение своих творческих мышц, мускулатуры. Желание показывать себя. Желание делать работу добротно, хорошо. И всегда на этой ступени работа выполняется даже больше, чем просили. То есть, вы настолько хотите показать себя, что стараетесь выполнить работу еще лучше, чем ожидает клиент. Это, кстати, очень хорошее качество. И на следующих ступенях его желательно не терять. Потому что превосхитить желание и ожидание клиента тоже очень важно. Ну, давайте, следующая ступень. И вот здесь уже начинается профессиональная деятельность. Я знаю, что меня ценят. Художник уже выполнил определенное количество заказов. Получал гонорар, имеет способность, умение договариваться. Вы уже сами понимаете, сколько может стоить ваша работа. Но при этом клиент всегда прав. Переделки могут быть бесконечными. То есть, если вдруг получается, что заказчик недоволен работой, вы готовы переделать и раз, и два, и три. Ну, так мне приходилось делать в профессиональной деятельности, когда я работал в рекламе. Очень часто задачу, может быть, даже нужно было решать просто. Но я как художник, как творческий человек, хотел сделать ее невероятной какой-то. И уходил в какие-то дебери, и часто приходилось переделывать. И, наверное, это было недостатком тоже профессионального опыта. И, действительно, клиент на пятой ступени всегда прав, и переделки могут быть бесконечными. Шестая ступень. Я знаю, что меня ценят, клиент иногда не прав. Здесь повышается стоимость заказа. Она еще не заоблачная, но вас уже ценят как большого специалиста. Ищут по телефону, передают по сарафанному радио. То есть, вы вполне востребованный специалист. Вы беретесь за все заказы, но можете иногда отказаться от сотрудничества, если видите, что этот заказ вошел в тупик. Я могу привести такой пример, что ко мне когда-то обратились сделать декоративное панно для квартиры. Я общался с предпринимателем, с мужчиной. Мы обговорили наше общее видение того, что должно быть в квартире. Я сделал маленький набросок, фотографии приготовил, какие-то образцы. Но когда он приехал с супругой, она посмотрела все приготовленные материалы. Сказал, что бабочки, я там предложил бабочек, я насекомых не люблю. И вариант, самый лучший вариант был, можно сказать, в одну секунду выброшен в урну. Конечно, можно дальше продолжать с такими клиентами работать, но здесь есть сразу видение и опасность того, что они сами не знают, чего хотят. Потому что даже два человека в семье не смогли договориться о том, что им нужно на стене. И художник здесь, как между двух огней, должен метаться и тратить свои силы впустую. За это время можно, а вы же специалист уже востребованы, за это время можно написать какие-то картины для выставки. И в конце концов, они найдут своего зрителя и покупателя. Ну и самая высокая, седьмая ступень в моем рейтинге, это когда я знаю, что меня ценят и мнение клиента не важно. Здесь на стульчике сидящего художника написано «Мастер». Действительно, когда художник становится мастером, он может уже меньше обращать внимание на мнение клиента. Есть определенный круг ценителей его творчества, почитателей. Он, в принципе, работает для них. Гонорар довольно-таки высокий. И просто можно не отвлекаться на какие-то неинтересные заказы. Заказы, которые немножко идут вразрез с твоей техникой письма, сюжет которых не соответствует. Ну, в минуты сложных жизненных поисков, в момент становления, ну, у меня были разные заказчики. И там женщину с тигром рисовал в гараж для обустройства мужского логова. Вот. Не могу сказать, что мне было интересно выполнять эту работу. Конечно, в каждом моменте можно найти творчество, взять и в этой картине хорошо подработать над облаками. И почерпнуть что-то для себя в поиске новой техники. Но сам сюжет, самый результат я даже не фотографировал и не оставлял в своем портфолио. И такие работы есть в моменте становления художника. но когда уже есть ступень мастерства, то здесь становится, конечно, легче. А я хочу еще задать вопрос. Где больше творчества? На какой ступени творчества больше? Или на каких ступенях? Ну да, конечно, первые три пункта и седьмой несут самое большое количество творчества. То есть свободы, возможности воплощать свои идеи. Если мы говорим о пунктах третьем, четвертом, пятом и шестом, здесь очень часто это компромисс между творчеством и профессиональной деятельностью, необходимостью куска хлеба, заработком. Вот. Это, конечно, путь для отважных. Тот, кто вступает на стезю художественного профессии художника и зарабатывает этим делом. Сейчас возможности для художника, конечно, гораздо больше. Это связано ну и с возросшим вниманием к обустройству своего жилья и разных офисных, банковских помещений. То есть только создавайте хорошие востребованные работы и я думаю все эти ступени будут вам доступны. Продолжение следует...